Йоу! Канал Гнусавы Летсплея приветствует всех своих зрителей и подписчиков. Меня зовут КТ2Г, или же проще Котек. И сегодня я бы хотел поиграть в слэшер-рпг The Incredible Adventures of Van Helsing 3. И что на русском означает невероятные приключения Van Helsing. О, не означает, а в переводе на русский. Вот такая отсылочка. Игра разработана в венгерской студии Neocore Games. Студия основана в 2005 году и является довольно-таки молодой. Всего-то 10 лет студии. И послужной список у компании относительно скромный. Помимо серии игр про Van Helsing, а именно их было всего 3 части. Первая, вторая и вот перед нами сейчас третья часть. Также в 2008 и 2009 году выпустила эта компания игры следующие. Крестоносцы во имя короны и король Артур. Ну что ж, давайте поговорим теперь о Van Helsing. О чем же он у нас? Ну что ж, я вам скажу. Van Helsing 3 повествует о приключениях одноименного героя в восточноевропейском фэнтези мире Барговии. В мире, который наполняют различного рода чудища, вампиры, вордалаки и прочие ужасающие создания, которые были сотворены сумасшедшими учеными с целью, естественно, порабощения всего и вся. И тут как раз таки Van Helsing приходит всем на помощь. Игра выполнена в стиле стимпанк, и поэтому все прелести в виде вампиров, оборотни различных механизмов и также огромных замков, оружия, стрелкового и энергетического, чего здесь только нет. И все это в целом смотрится весьма гармонично. Вот собственно и все. Все, давайте приступим. Игра не имеет локализации, не имеет русской локализации, поэтому все на английском. Что ж, я тут могу сразу зайти наперед и сказать. Переводить я, естественно, буду, но я знаю язык не в идеале и даже может приблизительно на среднем уровне, поэтому как пойму, так и буду объяснять, но уверен. Перевод будет недословный, но в общих чертах будет все понятно. Итак, давайте создадим персонажа. Нам предлагают на выбор одного из шести героев, а именно протектор, баунти хантер, то есть защитник, охотник за головами, элементалист, амбролист. Я даже не знаю кто это, давайте посмотрим. В общем, мастер тени, который сражается, используя скрытые, скорее всего, удары и тактики набега, скорее всего. Вот. Ну, в общем, ясно, это такой стелс, стелс-персонаж. Дальше идет у нас флогистионер. Вау! Некий инженер. Хотя нет, вот констрактор. Вот это вот инженер. Да, вот он использует различные механические создания, даже не создания, а творения. Вот, на точке, вот у него мы можем увидеть своеобразное, некоторое подобие пулемета имеется, а флогистионер, эксперт, наук. Он облачен у нас в костюм в виде машины. В общем, разница между конструктором и данным товарищем, в принципе, видны на глаз. Вот. Ну что ж, обычно я предпочитаю в РПГ играть какими-нибудь бойцами ближнего боя. Вот, протектор бы хорошо пошел, но я устал. Я давненько уже не играл в РПГ, за последнее время я играл в различного рода тайкуны, потому что я тайкуны тоже обожаю. Но, думаю, давайте сегодня я попробую поиграть за того, за кого я, в принципе, никогда не играл. То есть, за тип стрелковый персонаж, то есть специализирующийся на дальних атаках на охотники за головами. Вот, баунти-хантер, давайте-ка его мы и выберем. Что мы можем посмотреть, что мы можем видеть, глядя на нашего персонажа. Классический такой стиль у него, ковбойская шляпа, плащ, обязательно два револьвероподобных пистолета, сапоги. Типичный ковбой, типичный охотник за головами. В принципе, такой образ используется во многих играх. Взять тех же самых Звездных Войнов, там тоже это присутствует все. Итак, давайте вернемся к сложности. Сложность будет нормальная. И назовем, конечно же, с небольшой отсылочкой, к мною любимой вселенной Звездных Войнов. И это будет Боба Фетт. Хотя, по факту, это только название нашего чара, имя нашего чара. В игре он как был Ванхейсингом, так и будет. И что ж, приступаем, поехали. Стори, режим, сюжета. Так, Маркова какой-то. Я пришел в Борговию, чтобы освободить Землю от ужасной науки. Либо от ученых. Так, а так я Майк пропустил. Да, вот, в общем, говорит, что он решил противостоять военной угрозе и всем нехорошим личностям, которые пытаются взять власть в свои руки. Это уже идет отсебятин от меня, о которой я мог бы и не говорить, но я буду это делать. В принципе, смысл тот же самый. В общем, Ванхейсинг пытается противостоять всем силам зла. Зло здесь проявляется по-разному, не обязательно в обличии демонов и различных тварей. Но, тем не менее, Ванхейсинг выступает против всех. Почему? Да, потому что он может. Вот оно, мое объяснение. Я опять пропустил весь разговор. Моя ошибочка. Так, тут говорится о том, что разрозненные банды, как мы можем видеть на карте, все воюют между собой за сферы влияния. Вот. И мы в этот мир сейчас попадем. Тут идет отсылка к предыдущим сюжетам первой и второй части, что-то там было, что-то там не было. Тут все об этом говорится. Так, вот, секретная лаборатория и орды монстров. Как старые добрые времена. В общем, я наговорил кучу сумбура и даже в большинстве случаев не по теме. В общем, Ванхейсинг опять возвращается, чтобы набить всем по мордам, как следует. Вот. И не будем мы мешать. Наоборот, мы поможем нашему герою в этих деяниях. Если посмотреть на чертежи, видно, что творения здесь не только монстры, а такое смешение, такой симбиоз, точнее, монстров и различных механизмов. Вот, если посмотреть, такой вот чудик. Вместо рук у него оружие, на ногах тоже не бог весть что. Причем ноги у него, видно, сразу не человеческие. Ноги у него волчьи собачьи, как у вурдалаков. Что ж. Давайте посмотрим. Вот, враги. Такая локация. Это лаборатория. Я опять играю в Кэпа. Не могу без этого. Итак, мы должны освободить это место, вот, от множества культистов. Да, почему ты спрашиваешь? Почему я помогу тебе с этим? Это должно быть возможность играть для тебя. Нормально, но я не пропустя тебя. Мы имеем немесида, чтобы уничтожить. Не могу играть для того, чтобы играть. Так, Сосновый. Основый, различные подсказки, обучение. В общем, здесь сейчас шел диалог о том, что необходимо тут все зачистить от зла. Это я сильно, очень сильно утрирую. Но суть остается таковой. Так, давайте посмотрим, что в этой игре у нас особенного. Как тут всего много. Своеобразный, это своеобразный клон Диаблы. Вот, и в большинстве случаев, вот, все, что я читал по этой игре, в принципе, люди сравнивают ее с третьей Диаблой. С третьим Диабло, если быть точнее. Диабло, это, как вы все знаете, продукт небезызвестной нам компании Blizzard. Игра была выпущена в мае 2012 года. К сожалению, или даже к счастью, я не могу сказать, я не играл в третью Диабло, потому что я охладел за это время. В свое время я очень много проводил времени за второй частью. Просто нереально много. Сутками напролет буквально играл. Вот. Но, как говорится, визарды сильно затянули с выпуском третьей части. И, если меня сейчас хорошо слышно, несмотря на этот бой, я просто охладел уже в серии Диабло, и в третью часть я не играл. Вот. Ну, я думаю, что я немного потерял. Хотя, может быть, когда-нибудь попробую. Опять же, что, навряд ли. Так, давайте посмотрим на интерфейс. Хватит бегать. Что тут у нас есть? Инвентарь. Инвентарь, если посмотреть, в принципе, схож с инвентарем в Диабло. Вот только за исключением здесь есть небольшие вкладки, которые... Как бы объяснить. Вкладки, которые сортируют все, что у нас есть в рюкзаке. Вот. Не знаю, как в третьей части я не играл, есть ли там такие вкладки или нет. Но, во-вторых, такого не было. Во-втором, точнее, Диабло. Так, что у нас тут? Страница нашего персонажа с основными характеристиками. Если посмотреть телосложение, ловкость. Этот показатель у нас отвечает за количество маны. Также за ее регенерацию и так далее. И вот везение, удача. Этот показатель обозначает, насколько вы удачливы. Высокий уровень данного показателя увеличивает ваш шанс в поисках золота, магических вещей и доджинга. Доджинг, доджинг. Вот тут, не знаю, может, это как-то взаимосвязано с критическим ударом? А, ну да, вот еще снизу идет критический удар. Так, с доджингом мне нужно будет посмотреть, что это значит. Я, к сожалению, в MMORPG не играл и поэтому не знаю. К своему стыду, да. Так, ну тут опять у нас информация о защите, магической силе, spell power. Очки, это, видимо, 41 очко. А, нет, маны 115. Ладно, разберемся. Это наши билки, которые мы используем. То есть навыки, способности. Ну, в общем, стандартное информационное окно. Ну, так, давайте посмотрим, что по скиллам. Скиллы у нас есть активные и есть ауры. В принципе, интересно. Надо будет потом посмотреть, что качать. Когда получим новый уровень, получим очки. Все по порядку. И сейчас, вот они, перки, берсерк, ghost whisperer, precise и коллектор. Коллектор у нас отвечает за расширение инвентаря. То есть за увеличение объема рюкзака. Precise. Ба-ба-ба-бам. Этот у нас навык отвечает за критический урон. За шанс критического удара. Точнее, в 5%. Этот у нас навык отвечает за, так, за респаун леди Катарины. И увеличивает восстановление здоровья нашего призрака-помощника. Вот она, она. Это леди Катарина и берсеркер. Увеличивает урон на 10%. Вот. В принципе, неплохо. Все полезно. Что еще есть? Есть журнал, в котором у нас список заданий отображается. Также есть карта. В принципе, как в Diablo она поверх. Ну, это, в принципе, уже своеобразные жанры под RPG-игр. Ачивки. Все закрыто. Ничего недоступного. Не знаю, если будем их открывать, будет ли это как-то влиять на нашего персонажа или нет. Посмотрим. Нужно время. Так, окно славы, critical, да, критический урон, шанс, атака и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда что сработает, тут будет вестись учет. Я так полагаю. Так, и меню. Соответственно, меню. Ну, в принципе, все просто. Как в Diablo. Так, на однерочку мы можем запускать C-кермотонов. Поисковиков. Так, это, да. При активации запускаю этих товарищей в количестве трех штук. Они ищут врагов в радиусе 40 метров. Преследуют их, освещают. И, то есть, ну, подсвечивают для нас. Пам-па-па-па-пам. В общем, полезные товарищи. Почему бы их не активировать? Также вот можно выставить их в различные режимы. Вот, если в освещении. Да, показатель рейдж у нас расходуется на различные... На улучшение... На улучшение эффективности различных навыков. Например, если посмотреть здесь, у меня два оружия. На левую кнопку, если я буду нажимать, у меня будет активироваться способность прицельного выстрела. Тут описываются его характеристики. Култаун. Длительность. И на правый клик... Поизон-пласт. То есть, ядовитый взрыв. На правую. Ядовитое облако запускает и травит всех наших недругов. Также есть шкала ярости. Которая со временем наполняется. Чем больше мы убиваем, тем она активнее наполняется. И мы ее можем расходовать на улучшение наших... На временное улучшение наших способностей. Например, вот. На способность, давайте, прицельного выстрела. Если я прав, что престижен, значит прицельный. Увеличивает на 50% урон. Так, на единичку активировал. То есть, один выстрел, скорее всего, у меня будет усиленный. Ну что ж. Карта нам гласит о том, что задание находится в той области. Нам необходимо идти туда. Нам необходимо исследовать... Так, тестить фасилити. Какое-то у нас учреждение по тестированию. И освободить вампира. Необходимо нам найти графа Владоса. То есть, графа Влада. Отсылка на графа Дракула, видимо, идет. Ну, еще бы. Компания-разработчик венгерская. Куда пешки расположены. Поэтому эта тема им, я полагаю, весьма близка. Так, вот если посмотреть, наши механизмы работают. Так, давайте запустим облако ядовитое. Прекрасно все. Всем дамаг идет. Вот. Все здорово. Типичный слэшер. Собираем золото. Золото подбирается автоматически. То есть, кликать на него нет никакой необходимости. Совершенно. При зажду... В принципе, механика игры, как в Диабло. Вот, если зажать шифт, мы можем стрелять по направлению, при этом не двигаться. То есть, вести атаку. Что очень удобно. Если шифт не зажимать, то... Когда... Во врага будете стрелять. И если, не дай бог, он умрет. И вы опять прокликнете. То вы побежите в том направлении. Но так как я рейнджовый герой, мне подходить близко смысла нет никакого. Мне необходимо вести бой дистанционно. Вот. Ну что ж, давайте... Приступим к выполнению наших квестов. Так, ну вот, PowerUp System, да, нас знакомят с системой Rage. С этой шкалой, что она значит. Также горячие клавиши. Здесь все... Слава богу, здесь... Даже не то, что слава богу. Очень удобно все реализовано. Сразу же подсвечивается горячая клавиша. Чтобы не бегать по меню управления и не искать, что за что отвечает. Какая клавиша за какой... За какой... За какой... За активацию какой способности отвечает. Прошу прощения, что ты маленечко сбился. Так, врагов я перебил не всех. Так, если посмотреть, моя спутница погибла. И здесь у нее есть своеобразный кулдаун, когда она появится вновь. Пока вот она рядом со мной бегает, она практически невидима и сделать ничего не может. Так, давайте посмотрим, что подобрали. Подобрали мы... Ох, какую штуку, какой-то нагрудник. Но одеть я его не могу, потому что могу ее одеть только на Катрину. Как открыть ее инвентарь? Очень просто, просто кликаем на нее и все. Давайте ее перекинем и посмотрим. Сразу же очень удобно выполнено сравнение. Экипировано у нее данное... Не знаю даже как это назвать, может, мантия. Физическое сопротивление на 6. Вещь, которую нашел на 8. Защита на 5. Ну, даже не знаю, что лучше. Снизу, обратите внимание, очень удобно сделана... Вот строчка есть. Changes if equipped. То есть изменение, если данный предмет экипировал. Что, в принципе, очень удобно, чтобы самому в некоторых моментах не сравнивать. Отнимает 7 хп, но при этом добавляет 2 десятых дпс, то есть урона наносимого в секунду и минус 1 защита. И сразу снизу тоже удобной, возможной комбинации клавиш. То есть если нажмем правую кнопку мыши, то мы экипируем. Если shift, right, click, то дадим ванхельсингу. Ох ты, как все тут весело. Ох ты, как все тут весело. Alt, right, click. Alt, правый клик. Мы экипируем на ванхельсинга. Удержим на alt. Это сравнение с ванхельсингом. Если посмотреть. Что-то как-то не работает. Ну что ж, давайте экипируем на нашу Катерину. И посмотрим, что есть еще. Вот такого-то метки. Не могу с упора попасть в бочку. Так, да, вот если вернуться горячим клавишем. Заряжать нам можно берки клавишей А. Нажимаем, вот смотрим. Данная способность зарядилась у нас на 3 единицы. Если посмотреть про ядовитый взрыв. Так, здесь спотан токсин. Так, время действия данного перка, данной способности увеличивается на 5 секунд. То есть, плюс 5 секунд действие на врагах увеличится. Так, на S. Нажимаем S, прекрасно заряжаем. Это касается всего. Что очень удобно. Очень удобно сделаны различные хилки. Хилки и зелья маны. То есть, зелья здоровья, зелья маны. Если посмотреть, нажимаем на W, пьем ману. На Q нажмем. Лечимся. В принципе, все просто и удобно. Вот за это мне, вот такая, за такую простоту мне, в принципе, игра начинает нравиться. Все очень удобно, все информативно. Все везде отображается. Это большой плюс, на самом деле. Не во всех играх можно такое встретить. Хотя, за последнее время, я забыл, когда в последний раз я играл в Диаблоподобные RPG. Просто забыл. Они просто традиционные хилки. Так, ну что ж. Врагов много. Отстреливаемся потихоньку. Также можно зажимать, держать. Что наносит больше урона, но при этом... Ой-ой-ой, пора лечиться. Специальный выстрел. Можно стрелять каждую секунду, то есть по нажатию. По КД будет срабатывать выстрел, если зажимать какое-то время, то, соответственно, урон будет увеличиваться. Да, 123, а если просто, 111. Так, секунду, меня сейчас убьют. У меня нет хилки, и меня убили. Но, ничего страшного. Можем, вот тут нам предлагают на выбор разные типы возрождения. Появиться в этом месте, где меня убили, стоит золото. Все остальное бесплатно. То есть, возродиться на ближайшем чекпоинте, либо разродиться в Марковне. Я не знаю, где Марковна, поэтому выберу чекпоинт. Так. Ну что ж. Нужно поаккуратнее играть. Хотя с прицельным выстрелом непонятно. Нужно будет читать, изучать так. Да, если вы будете стрелять с задержкой в 3 секунды, то есть необходимо зажимать левую клавишу мыши и держать 3 секунды, то оружие будет наносить еще дополнительный урон. Вот. Так, 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 так. То есть, ну, приблизительно за каждую шкалу, если я не ошибаюсь, урон будет увеличиваться за каждое деление на 25%. Так, все, всех закликиваем до смерти. Идем дальше. Вот. Ну, собственно, что еще ожидать? RPG слэшер. Бегаем, выносим орды. Выполняем параллельно задание. Задание все, которое заключается в том, что нам необходимо всех просто выносить. Так, вордан чемпион. Это уже серьезный какой-то соперник. Так, отлично. Подобрали ключ от... От камеры. Ссылки. Теперь необходимо добраться до камеры и открыть ее. Что ж. Снова враги. Почему-то все агрятся на меня, хотя я стою вдали, но все должны на призрака давать, агритесь на него. На нее, точнее, на Екатерину, но не хотят. Ну да бог с вами. Разберемся, может, со временем так посмотреть, можно выбрать. Так, также, да, вот различные режимы поведения нашей помощницы. Первый пункт, это как раз близкая атака. То есть, милишная. Вторая отвечает за то, что наша помощница будет атаковать дистанционно, то есть, расстояние стрелять. И третий пункт означает, точнее, третий режим, что нам наша спутница будет помогать. То есть, поддержка. Выступать в роли саппорта. Давайте всех траванем, отбежим, постреляем. Снова отойдем, снова постреляем. Ой-ой-ой, какой... Nightmare. Упс. Ну, тем не менее, я даже так и пухой урону ношу, где-то вот в районе ста единиц. Интересно. Как это все на самом деле работает, потому что и работает, это не совсем так, как ожидалось. Так, меня окружили, мне это не нравится. Все травим. Песики пошли. Пора лечиться. Не знаю, лучше бы я, наверное, выбрал милишника и всех приносил. С упора. Для меня данный вид героя пока в новинку, потому что я всегда предпочитаю играть милишниками. Танковать и бить. Так. Враги все наверху. Золото. Так, колонист. Просит, чтобы мы ее убили. При этом Ван Хельсинг с ней полностью соглашается, говорит, лучше ее убить сразу и не мучить ее. Мы подобрали какой-то ксенопол, ксенозелие какое-то, которое гласит о том, то, что вызывает моментальное восстановление. Экстремальное. То есть, как я понял, скорее всего, и здоровье, и ману насчет рейджа не знаю, но восстанавливает, наверное, все. Так, эти по-прежнему напролом идут именно на меня. На призрака никакого внимания вообще не обращают, даже близко не агрятся. Так, что здесь у нас? Здесь у нас какие-то подопытные. Бурдалаг, женщина, какая-то... А, это кот. Кот и человек. Все это котовое делает мои глаза и в воде. Так, ну что ж, давайте поговорим. Странник, мы застряли в этой дьявольской машине, помоги нам! Говорящий кот, что происходит здесь? Мы были похищены злым ученым и заключены в эти ячейки и в общем... в общем, товарищам сделали переселение тел ведущий. То есть у нас теперь кот является человеком, так же, как мы урдал. Всех поменяли местами. Теперь нам необходимо помочь, помочь этим беднягам. Ну вот, нам, опять же, дают на выбор. Либо соглашаемся, либо отказываемся. Давайте, думаю, им поможем. Это все, что мне нужно знать. Ван Хейтинг говорит, это все, что мне нужно было знать об этом. Давайте теперь поможем. Вот сразу появился квест. Найдите призрачный капеситер. Капеситер у нас, это, если я не ошибаюсь, так, 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 радиотехнический... радиотехническое изделие. Так, это вроде проводника. Да, капеситер, вроде бы, либо это проводник, либо это конденсатор. Так, ну что ж, давайте его найдем. Вот он на карте у нас обозначается. Пойдем туда, раздобудем, поможем бедолагам. Так, снова враги. Травим, отходим, травим. Стреляем. Ой-ой-ой. Меня убили? Да, меня убили. Как это произошло, я не понял. Что ж, я появился снова. Лучше отойти подальше. Ну, вас нафиг, господа. Так, заряжаем наши выстрелы. Так, здесь, здесь, здесь на ОС, да, идет. Так, необходимо подлечиться, говорит Ван Хельсинг, но зелий нет абсолютно никаких, поэтому терпим. просто терпим. Попутно шмонаем все, что шмонается. Так, генератор. Прекрасно. Нашли. Теперь возвращаемся обратно и помогаем. сейчас посмотрим, что получится у нас сделать. фу我 ОС полон то, что в моем, грубо говоря, в его рту много кусков мяса. И вот нравится. Так, у нас есть проводник. Отойдите все назад и будьте готовы. И тут же типа юмор такой, ой, а вы и так стоите, вам криваться некуда. Здесь Катерина у нас пытается шутить шутки, придавать немножечко иронии. Типа здесь должна сейчас играть такая волнующая музыка, ведь это такой ответственный момент. Так, давайте проверим результат. Это создание, так, кажется таким сильным, но при этом от него пахнет смертью. Человек сказал следующее. В общем, суть такая то, что душа Вурдалака теперь переселилась у этого человека, и он, естественно, как Вурдалак говорит, ой, я теперь в теле еды. Так, ну что ж, давайте поместим проводник в белый сок, в белый разъем. Посмотрим, что получится. Похоже, что это работает. Кот мяукает. Женщина говорит. Мужчина говорит, все, все сработало. Прекрасно. И напоследок я свободен, теперь вы все умрете. Так, ну что ж, Вурдалака придется убить. Приколак. Так, ну все, господа, вы свободны, уходите. Ну, им пофигу, они решили остаться. Так, вот тут нам сразу выходит сообщение. Квест выполнен. Так, вот награда 1050 опыта и 2500 золота, наверное, да? Да. У меня 3000 золота, в принципе, неплохо. Потом посмотрим, что можно с этим всем золотом сделать. Так, давайте обследуем дальше. Ох ты. Будем спамить, будем спамить. Ой-ой-ой. Это абсолютно не мой класс. Меня снова как-то убили. Как это происходит, я сам не знаю. Так, нужно отойти маленько. Так, ну в принципе, сейчас все получилось. Гвардейцы пустые. Спать. Спать. Так. Подойди ближе и останешься без лица. Ванхетти спрашивает, кто-то такой. Я дневной бродяга. Как и твои снислячи. Я тоже эксперимент. В общем, это вампир, который не боится дневного света. Катерина снова шутки шутит. Скажи, что ты хочешь, но я предупрежу тебе, что ты будешь мертвым. Я уже мертвым. Я не скажу больше. В общем, произошла такая небольшая перепалка. Вампир предупредил Катерину. Типа, еще что-нибудь скажи, и ты умрешь. На что Катерина ему возразила? Я уже мертва. Так что ты ничего не сможешь со мной поделать. Он сказал, что он больше не будет разговаривать. Все. Итак, вот он, вот он, граф Влад. В общем, Катерина ему сказала, не переигрывает, так как граф Влад немножечко переигрывал. Так, все прекрасно. Нам граф Влад сказал, если мы пойдем дальше, на восток по коридору, мы там встретим культистов и их лидера. Но я туда хочу пойти. Также необходимо освободить Влада, чтобы он ушел в бупежище. Это был огромный момент, когда вампир был спасен за монстром. Что сказать про графа? Он сейчас маленький опять иронизирует. Говорит, как так? Монстра спас, то есть вампира спас охотник на монстров. Типа, какой позор. Жертва спасла охотника. Точнее, хищника. Так, вот они, культисты, и где-то здесь вот он, лидер. Через ворота, быстрее. Так, в общем, часть убежала к хозяину, а остальные, наверное, сейчас согрятся на меня. Так, идет перепалка о том, что Ван Хейтинг говорит, что нам необходимо лидера взять живым, но при этом Катерина говорит, что это невозможно, мы его живым не возьмем. Так, давайте их всех потравим. Так, ой-ой-ой-ой. Отойдем назад, посправляем. Отойдем. В ближнем бою мы очень слабы, в дальнем от нас какой-то прок есть. Так, Катерину убили. Сейчас очень весело будет. Ой-ой-ой-ой. Так, давайте их маленько потравим. И почему-то отравление и на мне отразилось тоже. Ой-ой-ой-ой. Так, стоп. Квест выполнен, я не прожал. Ох ты, левел ап. Давайте-ка я отойду подальше от врагов. И давайте посмотрим, что мы можем скачать. У нас есть три очка. Так, давайте посмотрим на скиллы. Скилл Battle Stands. Пассивный скилл, так идут враги. Секунду, это все потом. Не время. Просто не время. К сожалению, камеру здесь двигать нельзя. Точнее, изменять ракурс. Игра изометрична. В принципе, это очень даже и хорошо, и удобно. Так, ну вроде бы практически от всех, кто нас преследовал, отстрелялись. Поэтому давайте посмотрим, что здесь мы можем сделать. Так, ловкость, ловкость. Да, ловкость влияет на атаки дальнего действия. Ну что ж, давайте ее и прокачаем. Это нам необходимо. Так, и по скиллам необходимо посмотреть, что за что отвечает. Так, плюс 20% бонуса к урону. В принципе, неплохо. Так, на следующем уровне нас ждет, если я повыше. Так, ядовитый выстрел, если я повыше, то у меня увеличивается. Следующие характеристики. То есть, урон уже будет 4147. В принципе, неплохо. 215% урона от... Да, 215% от урона оружия. Прошу прощения, что я маленько призадумался. Так, здесь у нас что? Ох ты, как весело. 490-565 физического урона. То есть, 2580% от урона оружия. Ух ты, как. Физический урон 82-94. Так, стоимость 2. Стоимость здесь тоже 2, потому что первый уровень есть. Здесь тоже самое. Так, давайте посмотрим по аурам. Ауры мне нравятся... Так, секунду. Тем, что они ничего не требуют. Здесь у меня гарантирует бонус урона, если враги не рядом со мной. 10%... На 10% увеличивается дальний урон. Ну да, это все, в принципе, то же самое. Так. Так, сила для крови. Здорово. То есть, если я прокачаю данную ауру, то я буду высасывать ману из врагов. Так. Так, это так. А, тут опять же... А, every point of rage you spend heals you. То есть, каждая потраченная очко ярости будет меня лечить. Здесь, наверное, то же самое с яростью касается. Так, так, так. Плюс 2 хитпоинта в секунду. А, не в секунду, а за 1 очко ярости. Блин, даже не знаю, с чего бы начать. Давайте начнем, думаю, с сауры. Упс, а здесь закрыто. И оно будет открыто. Блин, зря, зря. Верните мне мою очко назад. Потому что лучше все-таки дамаг, наверное. Нет, давайте сделаем на здоровье. Посмотрим, как это работает. Так, ну что ж. Здесь мы еще каждый навык можем... Каждый навык, да, мы здесь можем еще вкачать ему дополнительные характеристики. Что ж, давайте посмотрим. Так, 5% доджа. Ну, блин, необходимо 2 очка. А, нет, уровень, уровень, точнее, данного навыка необходим. Второй атак у меня первый. Я не могу здесь ничего поделать. Абсолютно. Поэтому глупо даже смотреть все это дело. Так, и что за плюсик? Да, это скиллы. Ну что ж, давайте все-таки вынесем лидера. Хватит рассусоливать. Ух. Что-то мне подсказывает, это будет... Что-то мне подсказывает, это будет не очень-то и просто. Заодно я посмотрю, как я буду восстанавливаться. Необходимо сейчас тратить очки ярости, не забывать прожимать хотя бы просто кнопку А, чтобы увеличивать урон, наносимый выстрелами так. Ох, и ботинки подобрал. Давайте посмотрим, что они дают. 15, 8. Нет, у меня лучше, которые экипированы. Хоть и дешевле, может и не лучше. Так, ну что ж, давайте отойдем. Я забыл прожимать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, это Катерина. Так, ну что ж, остался практически один битер. Практически. Практически. Всех будем править, всех будем убивать. Я не боюсь. Так, необходимо отбежать. Снова ядовитый выстрел. Так, убегай. Так, мадам моя отбросила копыта. У нее тоже повышен уровень, и я ее не прокачал. Если посмотреть сверху в левом углу, то видно плюсик. Так, давайте пока маленько отойдем. Пытаемся избавиться от преследования. Надеюсь, получится. Да, если посмотреть по карте. Да, получилось. Все от меня отстали. Давайте ее прокачаем. Так, что-то здесь мигает. Нет, он пошел в обход. Так, так как она будет у нас танковать, необходимо, думаю, и улучшить телосложение. Так, все, есть. Прекрасно. Если бы она была оранжевая, я бы увеличил бы ей ловкость, прокачал. Упс, давайте, давайте застрелим на фигу. Чтоб не мешалось. Так, моя мадам еще не воскресла, и я почему-то, видимо, еще не все потратил. Что еще? А, вот, скиллы, скиллы. Behavior Mealy, Defend. Тут более тонкая настройка даже идет. Каждого режима поведения нашей помощницы. Так, если поставим защиту, то у нас будет вести защиту. Если ассист, наш компаньон будет атаковать нашу цель. В принципе, прекрасно. Потому что просто, когда она меня защищает, мне это неинтересно. Мне необходимо, чтобы она сама шла в атаку и всех агрила на себя. Ну, да, в принципе, думаю, это нормально будет. Так, предметы, которые она может собирать. Голото, эссенции, нормальные предметы, магические, редкие и эпические. Так, и что здесь у нас? То опять тонкая настройка гласит о том, что если здесь выставить ценность и зажать, и активировать данную функцию, то наша помощница будет собирать предметы, которые дешевле, чем ценность, указанная в этом поле. Ну что ж, интересно будет посмотреть, как это работает, но не сейчас. Сейчас мне необходимо все-таки добить бидера, и все будет хорошо и прекрасно. На этом, думаю, серию можно будет и закончить. Золото. Давай, иди атакуй, иди атакуй. Агри на себя всех. Все, всех помощницах вынесли, осталось теперь вынести самого лидера. У нас-то получается весьма неплохо и недурно. Все, закликиваем до смерти. Вынесли кучу всяких черепков. Кто тебя живет, видишь? Я беру его к лидеру. Отличная идея. Скажи другим, чтобы начать его интервью о том, что это злого царя у них. Слышно. Как он еще разобрал? Интервьютор готова начать. Я не хочу забыть кричать и плачать, так пожалуйста, бегай! И выдала всю информацию, что к чему местным товарищам. Так, не подходит, не подходит. Ага, Focus Crystal это у нас трофей, который мы можем вложить, соответственно, в ячейку трофеев. Что дает 9% хитпоинтов, плюс 2 телосложения, плюс 2% шанса найти магическую вещь. В принципе, плюс 42 хп, плюс 4 защиты. В принципе, неплохо. Есть еще один. Ох ты, какой. 11 урона в секунду. Так, где защиты? Нет, пускай останется на здоровье. Все-таки стрелок очень слабый. Ему необходимо здоровье. Необходимо. Ух ты, блин, что-то я заговорился. Стоять. Ой, ой, меня задоджили, меня задоджили, меня задоджили. Снова стреляем. В принципе, отбились. Все прекрасно. Давайте посмотрим, что внизу. Какая-то панель управления. Так, в общем, мы должны спуститься вниз и посмотреть, что там. Сундук, тут золото и бочка. В бочке тоже золото. Так, а если у нас здесь уровень воды понизился, он, наверное, понизился еще в том месте, откуда мы начали зачистку данной локации. То есть там, где мы появились, слева была вода, и там была лестница, такая прямо в воду шла. Возможно, уровень воды там уменьшился тоже. Нужно посмотреть. Вдруг там что-нибудь интересное. Так, сейчас поглядим, что же там нас ждет. Так, необходимо спуститься вниз и еще немножко пробежать. Так, этого товарища я проверил. Этих тоже всех посмотрел. Да. Вроде бы уровень воды уменьшился. Ох ты как. Так, какое-то кольцо, золото и еще одно кольцо. Прекрасно, самое время посмотреть, что за кольца. Так, экипированные у меня пока отображаются. Это редкое кольцо. Ко всем атрибутам дает плюс один. Так, плюс два удачи, плюс три физического сопротивления, плюс один сопротивление ядом, плюс пять процентов к урону ядами. В принципе, неплохо. Второе кольцо тоже редкое. Плюс три к сопротивлению ядом, плюс два к физическому сопротивлению, плюс два к урону огнем. Определенно. Поставлю редкие. Да. А, стоп, 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 стоп. Так, вот. Все, прекрасно. Давайте быстренько посмотрим, что здесь можно еще у нее прокачать. Так, два скилла. Так, защита. Катарина создает, в общем, спектральный щит вокруг вас, который защищает входящий урон, то есть наносимый по вам урон. Так, пассивный скилл. Эта пассивка не очень интересна, она увеличивает вероятность на дроп магического предмета. Так. Спирит, эээ, гвардиан. Духовный стражник. Так, связь между вами и Катариной дает способность защищать, дает способность ей защищать вас, перенимая часть вашего урона на себя. То есть передает 10% всего вашего урона на нее. Ну, в принципе, тоже интересная пассивка. А у нее все пассивное. Так, минимальный уровень необходимый. 4, 8, 8. Ну, пока могу прокачать вот этот. Так. Ну что ж. Прокачаем на 2. 9% защиты нашего протеже. Только я не понял, как-то мне нужно его, может, самому активировать. Это что такое? А, все, понял. Этот ползунок слева, который указан, это уровень, при котором Катарина будет пить зелье восстановления. То есть зелье лечения, хилку. То есть если поставить чем как можно выше, если только, как только здоровье упадет ниже этой грани, она сразу же будет пить зелье. Но так как транжирством заниматься нельзя, на таком уровне и оставим. На каком было практически. Так, ну что ж. Самое время пойти в убежище. Так, да. Вот на задание. Поговорите с тюремщиком в секретном убежище. Что ж. Побежали туда. Так, я ботинки не посмотрел. Так, 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 так. Так, так, так. Ох ты. Плюс 2 к восстановлению здоровья за удар. Замечательно. Еще и урон. Бонус, точнее, ледяного урона. Замечательно. Просто замечательно. Так, давайте в секретном убежище телепортируемся. Профессор Е. Формигали. Вот таких он чудищ создает. Либо создавал. Какая-то долгая загрузка. Эх. Ну, в принципе, что могу сказать по игре? По игре в плане отзывов были довольно-таки смешанные мнения. Я в первую, вторую часть не играл. Вот почему-то сразу начал сейчас третий. Большинство людей не очень лестно отзываются о третьей части. То есть тех людей, те люди, которые играли в первую, вторую часть. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, мне, по крайней мере, игра больше понравилась, чем не понравилась. Да, часть она скучновата, но, блин, какой слэшер не скучен, скажите мне. Тот же самый Диабл. В принципе, бегаешь, бегаешь, бьешь, бьешь, бьешь. Здесь то же самое. Но красиво. Так что, думаю, на этом я серию первую закончу. С вами был Гнусавый Летсплей. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Пока!